Добрый день, уважаемые коллеги! Я Юлия Андреева. Рада приветствовать вас на третьей лекции нашего такого спонтанного цикла лекций. И сегодня мне хотелось бы обсудить с вами тему «Стори-теллинг судьбы и драматургии цифровой личности», поговорить о том, какие есть ресурсы, какие есть обнаружения, возможности, как мы можем сегодня управлять историей в ситуации новой цифровой реальности, в ситуации вука мира, в ситуации неопределенности. И что такое стори-теллинг? Это понятие, которое состоит из двух слов «стори» и «теллинг», то есть умение рассказывать истории. И мы сегодня попробуем поговорить о том, как эта технология сегодня становится уместной и как сегодня эти навыки можно развивать, что происходит, что такое современное сказительство. Ведь здесь нужно тоже понимать, какие есть приемы, какие есть методы, какой должна быть история для современного зрителя, слушателя, ну с учетом его, скажем так, возможностей, его адаптивных стратегий и с учетом горизонтов событий новой цифровой реальности. Стори-теллинг – это оценивание, скажем так, прогнозирование результата. Здесь очень важно понимать, с какой аудитории ты говоришь, на каком языке и для чего ты рассказываешь эту историю. И вот сегодня очень важно правильно понимать свою целевую группу. Когда мы со студентами говорим о том, что есть много стратегий понимания целевой аудитории, вот я привожу им для примера стратегию, которая действительно испробована и испробована мной в ходе различных подготовок рекламных компаний, имиджевых компаний, когда представителя целевого аудитории, целевой аудитории можно представить просто как одного человека, который имеет какой-то свой такой психологический профиль. Это определенный возраст, определенный гендер. Мужчина и женщина – это тоже бывает важно, потому что для мужчин мы создаем историю, где есть место логики причинно-следственным связям. Для женщины это больше такое эмоциональное воздействие, внушение, а не убеждение, как и для мужчины. И здесь гораздо больше присутствует метафор, эпитетов, больше таких вот впечатляющих образов. И здесь очень важно, когда мы говорим для женской аудитории, понимание, что стоит за этой целью. Допустим, я хочу купить именно эти туфли, потому что в этих туфлях я создаю образ успешной женщины. А если я успешная женщина, значит, я… ну и так далее. То есть там развивается уже ход размышления. То есть для чего? На самом деле мы покупаем не туфли, а покупаем свое желание быть кем-то, да? То есть образ идеального я. И здесь, размышляя так, очень важно конструировать вот эту вот целевую группу, целевую аудиторию с позиции конкретного психологического портрета конкретного человека. И тогда мы можем понять, какой, допустим, какие желания есть у этого человека. И управлять этими желаниями. С другой стороны, мы можем понять, какие есть опасения, какие есть некомпенсированные ситуации. В чем ситуация проблем, напряжения, скажем так, будущих желаний. И тогда мы, рассказывая эту историю, как бы мы ее можем очень хорошо адресовать, вписывать. Вот буквально конструированный этот образ целевой группы. Ну и мы также, обсуждая эту тему, говорим о том, что если целевая группа прочитана правильно, если она очень конкурентно продумана, то есть мы, если мы не надергали желания от одной группы, проблемы из другой группы и возможности из третьей, если все это все-таки принадлежит, действительно описывается одна группа, один какой-то социально-психологический портрет создается, то тогда очень уместно бывает и хорошо к этой целевой группе пристегиваются, как бы, и представители других групп. Чуть постарше, потому что им интересно молодиться и казаться более молодым и современным. Может быть, представители другого гендера, потому что хочется показаться брутальным или наоборот каким-то эмоциональным. Ну, здесь очень интересно идет такое наращивание, да, это описано в стратегиях, как некоторая стратегия матрешки, когда вокруг очень правильно угаданной целевой группы возникают еще шлейфовые образования других групп. И вот здесь, на этом слайде, в качестве примера истории, рассказана притча о том, как эта древняя притча, как на вратах одного древнего города находился старец, и каждого путника он встречал вопросом, что ты ожидаешь здесь увидеть? И путник, допустим, говорил, что, ну, что-то ожидает, а он спрашивал, а каких людей ты видел до этого? И если путник говорил, я видела людей меркантильных, злых, дурных, они старались отобрать у меня все имущество, и старец говорил, иди дальше, потому что в этом городе ты найдешь точно таких же. А если старец слышал, что я каждый раз получал удивительное впечатление, я каждый раз видел что-то необычное, мне встречались на пути прекрасные и чудесные люди, которые всегда помогали мне. И тогда старец говорил, заходи, ты найдешь здесь еще новые впечатления, будешь по-новому счастлив, здесь живут прекрасные люди. То есть это притча, которая говорит нам о том, что какой запрос, такой результат. И что ожидает увидеть представитель какой-то аудитории в твоем рассказе, то он увидит. Если мы дадим для такого задания, проведем фокус-группы, и, допустим, представители разных аудиторий попросим оценить, пересказать, допустим, какой-то фильм, то каждый раз мы услышим разный рассказ, потому что каждая группа фокус внимания разместит на чем-то своем, на чем-то другом. Ну вот здесь нужно обращать внимание, то есть какую именно историю и для какой именно группы мы рассказываем. Когда-то я имела счастье, имела опыт работать с ребятами из духовной семинарии. У нас был курс педагогики и курс риторики. И мы говорили, мы учились делать такие, пересказывать библейские притчи для представителей разных аудиторий. И потом пытались спросить, что же вы поняли из этой притчи. Интересно, мы приглашали в учебный класс, приглашали детей, подростков, и они совершенно видели свои какие-то моменты истории. Допустим, мы рассказывали притчу о блудном сыне, и они вдруг увидели себя именно в роли этого заблудшего сына, который шел дорогой испытаний, вернулся и был прощен. А потом мы пригласили в группу бабушек, старушек, которые помогали при храме. И они себя вдруг сидентифицировали, сравнили с тем отцом, который прощал и который ждал своего сына. То есть очень интересно, что здесь для каждой аудитории будет как бы понимание свое. Есть такая наука герминевтика, это наука понимания. И вот интересно, что если вы попросите расшифровать какую-то притчу, какую-то общую притчу, вы получите очень разные комментарии от разных представителей разных групп. Вильям Джеймс вывел такую формулу, которая известна в социальной психологии. Успех равен соотнесению запросу и полученному результату. И здесь вот эта формула, она становится универсальной также для простраивания техник стори-тейлинга. И Уильям Джеймс, автор ранней теории эмоций, говорил, что эмоции проявляются как реакция мозга на информацию, полученную через нервную систему, то есть через систему сензитивного восприятия, через систему чувственного восприятия. В таком случае нам очень важно не только, что мы говорим, но и максимально становится важным, как мы говорим, как мы доносим эту информацию, какие интонации, какие маркирования, какие выделения, вот каких-то, может быть, фрагментов, на что мы сами выставляем акценты. И чуткая, тонкая аудитория, если воспринимает историю, которая сложена по законам восприятия, она будет маркировать тоже те моменты, на которые обращают внимание рассказчик. Что же такое стори-тейлинг? Что общего для этой технологии есть? И причем эта технология может применяться совершенно в разных областях, в разных пространствах. Вот что здесь общего? Во-первых, рассказ идет через героя. То есть это не повествовательное, не описательное такое изложение, а изложение истории именно через чувствование, через эмоциональную сферу героя. И получается, что человек, воспринимающий эту историю, сопереживает герою и становится как бы вторую позицию восприятия. Он всегда сочувствует герою и становится героем как бы в этой истории. Очень интересно, когда мы просим проанализировать историю, бывает спросить, от лица кого ты услышала эту историю? Второй момент, вторая позиция, что такое стори-тейлинг? Это история, где всегда есть мир вокруг. И в драматургии это называется вселенная история. То есть есть некий сеттинг, есть некое окружение героя. И это нам нужно для того, чтобы мы понимали, как сформировался герой, что на него повлияло, какой он, почему он действует так, а не иначе. То есть нам нужна какая-то опора. Ведь если мы не понимаем, допустим, условия существования мира, фильма «Интерстейлор» или «Властелин колец», или «Хроники Нарнии», то мы никогда не поймем, почему так или иначе двигаются персонажи, почему так или иначе делают выбор свой герой. Третье. Герой делает неожиданный выбор, и его стратегия работает. Вот здесь очень важно бывает понять, что у героя есть определенная, какая-то необычная стратегия, которая может нас чему-то научить. Это, как правило, привлекает внимание аудитории. Если герой действует стереотипно, если герой мистер-очевидность, то эта история нам становится очень быстро скучной. И для того, чтобы нам хотелось отслеживать продолжение этой истории, нам нужно понимать, что он действует как-то по-другому. Сериал, который я сейчас на данный момент смотрю, сериал «Триггер», наверное, и завораживает тем, что каждый раз ты не понимаешь, куда дальше повернет история, почему герой предпринимает именно такие действия. И здесь существует некий квест, некая задача распознать, что будет дальше, как дальше себя этот герой проявит. И вот в этом появляется какой-то свой интерес. Герой раздвигает как бы своими действиями, расширяет, делает их шире, больше границы реального и возможного. И вот в этой части, это идет продолжение как бы от первой такой коннотации, здесь речь идет о том, что сама вселенная необычна, и само проявление героя необычна. И в такой ситуации получается, что герой нам вообще демонстрирует новые возможности нового мира. И вот, наверное, здесь ответ на вопрос, почему стори-теллинг так сегодня интересен, почему он сегодня так важен, почему он сегодня так актуален. Потому что в новом мире, в мире неопределенности, в мире нестандартных каких-то решений, это очень важно увидеть что-то такое другое, горизонты каких-то новых проявлений. И, наконец, это очень полезная история, и очень интересная, полезная экспозиция, применение и буквально использование, что ли, здесь и сейчас, представителями целевой группы. То есть вот здесь как раз речь идет о том, что целевая группа, целевая аудитория должна быть с каким-то запросом на эту историю. И тогда она будет очень нужна, важна и полезна. Если вы вспомните мир Гарри Поттера, это как раз история воспитания ребенка в мире маглов, в мире, когда многие не верят в существование сверхспособностей. Но это очень, мне кажется, синхронизировано с теми ситуациями испытаний и новых впечатлений, которые сегодня нам дает цифровая Вселенная, вообще изменяемый, изменяющийся мир. И не всегда этот момент осознаваем. Очень часто понимание, почему эта история важна нам сегодня, приходит потом. Если вспомнить замечательный сериал «17 мгновений весны», который показывался на российском телевидении, это действительно было очень нужно на тот момент целевой группе, потому что в эти годы стало какое-то забывание «История войны», и нужно было молодому поколению заново приобщиться к этой истории, заново включиться в эту ситуацию и увидеть ее по-другому, видеть ее уже не с позиции вот каких-то таких тяжелых ситуаций, а именно с позиции осмысления итогов войны и так далее. То есть это всегда история, которая приходится, которая становится уместным, именно с позиции полезности и востребованности целевой группы. Ну и здесь мы с вами на этом слайде также видим путь героя Джона Кэмпбелла и его легендарную структуру, на которую построена буквально любая нить повествования ложится вот на эту структуру. Здесь есть выход из зоны повседневности, здесь есть движение героя, здесь есть обретение помощников, прохождение первых этапов выхода из своего привычного мира и обретение суперсилы. Но интересно поразмышлять о том, что в итоге этого путешествия героя герой должен стать властелином двух миров. То есть он как будто бы осваивает новый мир, новые свои возможности, новые пространства, но он также не должен утратить путь домой. Он как притча о блудном сыне, он должен вернуться домой, должен захотеть вернуться домой, чтобы стать королем двух миров. Вот здесь очень интересно, что сначала герой не готов к движению, как Хоббит из своей норки не хочет выбираться, несмотря на то, что Гэндальф уже пришел и уже запрашивает, он уже нужен, нужен вселенной этой истории. Но Хоббит еще не решается сделать первый шаг. Точно так же, когда Хоббит объединил вокруг себя все королевства и противостоял злу, он уже больше своей норки, он уже с трудом может уместиться в ней, он не готов вернуться в свой мир, но пришло время ему стать королем двух миров. Также примерно и сейчас, когда мы начинаем использовать новые техники, когда мы учимся применять какие-то новые технологии, мы должны с одной стороны научиться этим применением, а с другой стороны сохранить что-то такое настоящее, человеческое, быть какими-то своими, что ли, на своей планете, а остаться при этом людьми. Немножечко истории. В журналистике storytelling впервые стал применяться в первой декаде, можно сказать так, нового века. В 2012 году впервые был такой проведен эксперимент на страницах изданий New York Times, когда рассказ о сходе лавины был очень интересно преподнесен. Тогда об этом был сделан такой многомерный материал, и здесь были использованы технологии трансмедиа, действительно, когда была и текстовая часть, и фотографии, и при наведении аппаратуры можно было перейти в электронную версию New York Times на видеоряд, на небольшие фильмы. Можно было посмотреть вообще истории о том, как сходили лавины до этого. Можно было посмотреть интервью героев, выживших. То есть здесь трансмедийность вот этой упаковки, она была впервые применена вот практически уже 10 лет назад. И с тех пор вот трансмедийное пространство стало, можно сказать так, домом стори-тейлинга, рассказывания истории на разных языках восприятия. И в журналистике это называется лонгрид или долгое чтение, когда мы буквально об одном событии, подшивается большое количество гиперссылок, большое количество контента, для того, чтобы человек мог занурнуть и буквально всесторонне оценить этот контент. Здесь для того, чтобы правильно подобрать инструмент стори-тейлинга, мы используем, опираемся на понимание, что с человеком происходит вообще в ситуации большого информационного потока, большого информационного стресса. И поэтому стори-тейлинг это та технология, которая позволяет как раз оптимально управлять вниманием, подстраиваться под потребности современного человека, где сегодня все эти ресурсы могут быть подобраны и использованы. И эти маленькие истории, они могут быть совершенно маленькие, и буквально вот этот феномен тиктока и других таких платформ показал, что сегодня управление вниманием, это буквально коридор внимания, который был раньше описан только для детей еще дошкольного возраста, когда внимание удерживается не больше минуты. Именно за это, ну даже несколько секунд, и за эти несколько секунд нужно сразу рассказать, что-то очень эмоционально повлиять, очень что-то сделать необычное, какой-то показать новую стратегию. И именно вот эти современные упаковки позволяют управлять вниманием, управлять ресурсами современного зрителя, современного человека. Элементы, которые необходимы для, скажем так, правильного разворачивания стори-тейлинга, это наличие героя и антигероя, это человек, который, то есть персонаж, необязательный человек, герой это тот, за которым по большому счету идет наблюдение, и герой это человек, который делает выбор, делает судьбоносный выбор, в руках которого подбор стратегии, поступить так или иначе, антигерой это человек с противоположной стратегией, и интересно, что антигерой, стратегия антигероя бывает для нас очень полезна и важна для того, чтобы лучше понять стратегию героя, но также иногда и примерить на себя какую-то отрицательную стратегию. Сразу почему-то вспоминаются мультфильмы, допустим, Аладдин и принц Джафар, который был таким рациональным, корыстным, агрессивным, и на фоне проявления вот этого антигероя очень интересно наблюдать, как разворачивается, то есть там, где мы, может быть, и осудили бы воришку, мелкого воришку с такого восточного базара, но по сравнению с действиями антигероя его воровство, его, скажем так, хитрость становится, ну, ничтожным. Поэтому очень интересно в истории наблюдать, конечно, стратегии, как героя, так и антигероя. Они являются дуальными и являются необходимыми. Очень часто мы говорим о разворачивании таких архетипических дуальных стратегий, которые, где одно невозможно без другого. Допустим, жертва и тиран или герой и тиран. То есть там, где одно без другого невозможно. Как правило и вообще даже для маленькой истории мы всегда можем сказать, какая проблема в этой истории была решена и какая есть, ну, допустим, если уж мы стали говорить про Алладина, то какая здесь проблема? Проблема богатства, да, или проблема, можно сказать, даже выживания в этой ситуации. А тема вот будет богатство. И здесь перед героем стоит выбор, каким образом стать богатым. И Аладдин выбирает путь любви, доброты, поддержки, помощи. А Джафар выбирает другую стратегию, стратегию разрушения, лидерства, ну, такого, когда он идет, буквально перешагивая через трупы. Ну, и здесь у каждого есть определенная цель, которая является продолжением психотипа героя, которая является неотдельной, неотделимой частью этого героя. И в такой ситуации сторителлинговая эмоция, вот она как раз транслируется от героя и от раскатчика. Ну, и сюжет, это путь к цели, и путь к достижению цели, но еще очень интересно, что это еще и путь трансформации героя, или, как мы говорим, путь арки героя. То есть, когда герой находился на одной позиции, как он перейдет на другую позицию. Вот эта арка, вот эта ситуация перехода, ситуация трансформации, ведь не бывает такого, что человек вчера был одним, а сегодня стал другим. Что-то произошло, какое-то столкновение с проблемой, он в кривом зеркале увидел свои поступки и что-то решил изменить. То есть, всегда есть какая-то история трансформации героя. Для того, чтобы нам так ловко и умело управлять стратегиями стори-тейлинга, нам, конечно, помогают технологии нейромаркетинга и других когнитивных наук, когда мы исследуем, как же наш мозг воспринимает информацию, как мозг улавливает какие-то нюансы. и здесь один из основателей нейромаркетинга представлен Герберт Сеймон, нобелевский лауреат, который просчитал буквально закономерности иррационального поведения потребителей. Ну, очень много интересного нейромаркетинга для нас предлагает, очень много интересных наблюдений. Ну, допустим, одно из таких, что человек спонтанен в своих выборах и не всегда, когда он идет за покупкой, он даже знает, что он сделает, какое действие его будет следующим. Психологический ресурс стори-тейлинга, он, конечно, очень интересен. И здесь идет через соприкосновение с миром истории каждый раз идет какая-то личностная трансформация, то есть человек получает какой-то опыт. И именно поэтому нам так важны и нужны истории. Когда мы говорим, как человек может себя, допустим, вести в ситуации какой-то, не знаю, там, не приведи Господь, катастроф или какого-то сложного явления, а в нашем сознании уже прописаны сценарии поведения, потому что мы смотрели фильмы Армагеддон и другие, да, то есть мы уже примерно знаем, что нужно бежать от точки опасности, нужно помогать другим, нужно и так далее, и так далее. То есть нужно быть добрым, оставаться человеком. Это то, что нам, скажем так, подсказано этими историями. Человек никогда не был в таких ситуациях, но примерно представляет себе, как нужно себя вести. И это уже моделирование по образу героя, это уже психологический ресурс стори-теллинга. Пространство истории это некое цифровое коллективное бессознательное, где подбираются и исследуется поведение, проявление разных стратегий, проявление разных архетипов. И почему так важны рассказывания историй, сказок. в детстве человек так учится ориентироваться в мире людей, в мире взаимоотношений, понимает границы добра и зла, учится соотносить свой этический внутренний кодекс с кодексом нации, с кодексом вообще цивилизации. И для нас это очень важно, происходит такая сонастройка. Ну здесь представлен такой эксперимент, вот посмотрев на эту картинку, можно попробуйте себя в качестве стори тейлера, попробуйте рассказать об этой картинке, сочинить какой-то свой рассказ, глядя на этот слайд, и вы поймете, что на что-то вы обратили внимание, на цветущий на цветущее растение, либо на точные карандаши, либо на включенный монитор, либо на то, что человек только что сел за стол, подготовился творить, у него чашечка кофе, здесь значит он надолго, это писатель скорее всего, или может быть вы расскажете историю о той кошке, которая только что была здесь и убежала, или может быть вы расскажете историю о том, что только что было написано и отправлено очень важное письмо, может быть самое важное письмо в жизни, может быть это история наследства, или история признания в любви, или наоборот история разлуки, но здесь мы говорим о том, что человеческое сознание очень интересно работает, и мы обращаем внимание, каждый на какие-то свои, фокус внимания держится на каких-то мелочах и конструируется очень интересно, может быть создана какая-то история, протестируйте себя. Здесь расписаны на этом слайде на этом слайде расписаны шаги трансформации как путь героя, но если мы применим на себя, если мы попробуем рассказать историю о самом себе, то вы поймете, что на протяжении своей жизненной истории вы несколько раз проходили уровни вот этих трансформаций, вы выходили из зоны комфорта, вы встречали какие-то полезные советы, вы встречали наставников, помощников, просто друзей, которые вам помогали встать на ноги и двигаться дальше. У вас происходила инициация, то есть когда вы, допустим, инициация это проявление какое-то, когда вы стали родителем или получили профессию и впервые сделали что-то своими руками, то есть происходила какой-то такой происходила инициация, преображение, там было преодоление эго, преодоление своих личных корыстных каких-то целей и только преодолев какие-то эгоистичные модели герой становился другим. Конечно же были искушения, были испытания, но вы в каждой истории, если вы проживали историю своей жизни, если вы не убегали от сложностей, вы получали какой-то очень интересный ресурс, получали свою силу. Таким образом драматургия истории может быть рассказана через призму развития любого человека, через историю каждого из нас. и здесь приведены стратегии, которые на уровне сегодня управления медийных пространств, цифровых вселенных, которые используются для стори-теллинга, то есть стори-теллинг, техника стори-теллинга, техника рассказывания истории, она так дополняет, перешивает, интегрируется в разные, скажем так, в разные подходы, в разные технологии, это метагейминг, это стриминг, когда очень интересно и очень любят ребята, молодые ребята, дети, смотреть за тем, как другие проходят испытания, и что при этом чувствуют, и что при этом комментируют, и вот во время этого стриминга происходит рассказывание, конечно же, личных историй, это ситуация преодоления квестов каких-то, да, это моделирование, спонтанные научения, там, чему-то, ну, интересно, что сегодня в разных мирах, в разных технологиях используются техники стори-теллинга, и по большому счету любая история, она расширяет окно представлений о чем-то, и может быть поэтому сегодня так популярны фэнтези, и моделирование истории моделирования будущего, потому что человечеству нужно научиться принимать то, что происходит, и вот эти шаги принятия неизбежного, принятия нового, окно овертона, это трансформация через немыслимо, никогда такое не будет, ну, наверное, это есть, но где-то не у нас, но может быть в каких-то интересных ситуациях и может быть это применено, а потом следующее, ну, да, конечно, если уж применять, то так, применять можно и нужно в каких-то ситуациях, ну, и в конце концов уже без этого немыслимо представить себе современный мир, именно так, именно вот через такие шаги, через шаги научения, через преодоление какие-то, вот происходит прикосновение с чем-то новым, ну, новые ресурсы креативных индустрий, здесь тоже стори-тейлинг, транс-медиа стори-тейлинг, интегрирование и синтез привычных технологий, допустим, обычного кино и виртуального кино, VR-фильмов, или интегрирование там обычных каких-то книг и дополненной реальности, ну, различных историй, которые сегодня дополняют одна другая, то есть очень интересные идут эксперименты в сфере культурных индустрий, креативных индустрий и вот разные подходы, которые сегодня используют техники стори-тейлинга. Искусственный интеллект нам здесь добавит всем перчика и создаст какие-то новые возможности и в 2019 году впервые лауреатом премии по литературе стал искусственный интеллект. Ребята айтичники запрограммировали, заложили в мозг машины некоторые ходы, некоторые, скажем так, сценарные композиции, какой-то сеттинг заложили и робот написал роман. И так назвали этот эксперимент «День, когда робот напишет роман». Здесь используются законы цифрового восприятия контента, законы гармонии. Вот здесь очень интересно на этом слайде как выглядела бы известная наша звезда, если бы она была совершенно, скажем так, правая и левая стороны, если бы были бы у нее абсолютно идентичны друг другу. То есть закон о неравномерности, закон меры, закон, скажем так, гармонии, он это и непостижимая фантастика, и вполне моделируемые какие-то эффекты. Архетипы, которые сегодня наиболее востребованы, о них можно еще одну новую лекцию создать. и самое интересное, что человек в мире нового, в мире новой вселенной, он всегда находится в некой архетипе волшебника, такого трубадура, который знакомит нас с миром новых возможностей. Ну и наконец хочется закончить этим слайдом стори-тейлинг своей судьбы. Мы все рассказчики большой глобальной истории длиною в жизнь. И каждый из нас автор своей истории. И вот такая замечательная цитата Уильяма Джеймса. Часто мы сами поражаемся тому, как изменились наши взгляды. И трудно поверить, что всего месяц назад мы могли думать по-другому. Не так ли мы живем в мире, который меняется. И вот словно этот ребенок желаю вам всем наслаждаться миром в своей ладони и быть властелином этих двух миров. Спасибо за внимание. !